За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! Простые слова. Но когда ты в них вникнешь, ты увидишь, здесь антиномия называется, противоречие. Ну, разумеем, в это я ставил этот вопрос, поэтому при стиху Писания задавать православным, сектантам, баптилистам в прошлые годы. И ни одного случая не нашел, чтобы ответили правильно. Считаю из одного. За что же гонят меня братья, если теперь проповедую обрезание? Ну, проповедовал он обрезание или нет? Я проповедую обрезание. Прямо сказано. Все говорят, проповедовал. А он говорил Павлу, говорит, если обрезаетесь, отпали от благодати, от Христа. Оказывается, у Павла, выражаясь сегодняшним языком, можно сказать, у него был тяжелый старообрядческий юмор. Он ставил перед пасом. Если меня гонят, давайте вам раз в порядке. А за что же гонят, если я такой же, как они? Так же слагают два пальца, такие же и хоны темные. А за что же тогда гонят-то меня? Ну, он брал вопрос по обрезанию. Если я и теперь проповедую, как они говорят. Когда Павла не стал у Галатов, он обратил ту местность, ушел проповедовать дальше. А на готовое теперь, в чужое, тут много на что с хозяев. Вот сейчас выехаете. Здесь был пустырь, крапива. А ты выйдешь, ну, случилась какая-то нужда. Тут найдутся хозяева. Значит, надо растаскивать. Это надо применять к себе. Слово Божие живо и действит. Я взял это эпиграфом. Почти с первого дня. Оно живо и не умерло. Есть очень много хороших, умных философов, таких, которые многие даже не знают, но пользуются их выражениями. Но они умерли, и дела их умерли. Я читал записки генерала, который был на острове Святой Елены, сосланный, добровольно пошел с Наполеоном. Так же, как с сарем Николаем Боткиным. Его расстреляли, этого врача. Тот был там. И вот там, оторванный от всего, что он делал, от государственных дел, от военных компаний, Бонапарт начал беседовать со своим генералом. Я, говорится, испытал в жизни восторг толпы. Но что этот восторг значит с тем, который восторг испытывает христиане и водится? У меня были армии, которые я двигал дальше Москвы. Никого нет, кроме вас, генерал. А у Христа и сегодня по всему миру последователи. И далее делает сравнение. Восторг людей по гению человеческому и восторг людей по искуплению во Христе Иисусе. И добавляет, если ты этого не понял, то я жалею, что поставил тебя генералом. И я понял, это относится и ко мне. А это мирской человек говорит. Если я и поныне все так же проповедую, за что же годят нас? Вот мы едем сегодня в новое поселение. Если Господь благословит, то каждое воскресенье, кроме последующего воскрещения, будет 11 июля 2010 года, мы дома остаемся. Где нет церкви, храма, народ принимает, не приходят по разным причинам. Но дома принимают, беседуют, разговаривают. Далеко идти, причин-то много. У всех свои планы какие-то были. Кто-то приходит. Но где есть храм, никакого сравнения даже нет с тем местом, где нет храма. Лютость. Ложь. Клевета. Поношение. Притом мы везде говорим, идите в храм. А храма осынец строить храм. Обращайтесь к епископу. Они ничего не видят. Злобо запевает их глаза. Отсюда делаем вывод. Они меня гонят. Моим именем все это дело называют. А за что же гонят, если я такой же, как они? Я тоже православный. Отсюда видно, что я православный, да не такой. Я нахожу многое у еретиков более верным, чем у православных. Но кто-то на еретик. Я православный. Но сектанты идут. Они приезжают в нашу страну и благовествуют. Машинами грузовыми раздавали Библии бесплатно на стадионах в начале перестройки. Где православные? Православные ходили, посылали своих людей бесплатно получить в Библии. Тоже приносили в храм и продавали по дорогой цене. Это абсолютные факты. Я сам свидетель. Если они меня гонят, монахи. За что? А я же не отрицаю монахов. Я Игнатия Трещинина признаю. Монашество. Значит, я понимаю, монашество не так. Монашество, мол, на один. Хорошо человеку не жениться и не выходить замуж. Есть разница. Не замужняя заботится о Господнем. А замужняя о мирском. Мир и Господь. Почему?